Вы, наверное, видели эту штуку, да, график принятия нового продукта. Ну, условно говоря, слева направо – это время. То есть у нас в левой части идет ранний рынок, когда только всякие гики, типа нас с вами, значит, интересуются всякими новыми технологиями, а справа – мейнстрим рынок, то есть массовый, когда уже технология достаточно развита, достаточно удобно ей пользоваться, и даже люди, которые не сильно подкованы в этом плане, они уже начинают активно ее осваивать. И между вот этими двумя интересными пунктами есть такая пропасть, которую очень сложно преодолеть, и далеко не все продукты ее преодолевают. У меня вопрос к аудитории. Где находится VR? В оранжевой зоне, в пропасти? Еще варианты? В красной. В начале зеленых. В начале зеленых. Ну, смотрите, так или иначе, все, думаю, согласятся, что где-то рядом с пропастью. Ну, либо в самой пропасти, да, если уж совсем пессимистично быть. И мы, естественно, хотим, чтобы VR, он как бы, ну, пропасть перешел, да, и стал на массовом рынке популярным, чтобы было больше интересных проектов, больше зрителей и так далее. И для этого там свою роль в этом играют, естественно, большие корпорации, создают новые шлемы, как бы экосистему и так далее. Но также очень большая ответственность содержит на создателях контента. Потому что, на мой взгляд, вот очень сильно переход этой пропасти зависит от того, сколько людей заинтересуется VR. И поэтому первый опыт работы с VR, он должен быть примерно вот таким. С бабочками, с джунглями вокруг. Ну, то есть он должен быть крутым, должен быть вау-эффект. И я думаю, что вы наверняка видели людей, да, которые впервые познакомились с VR, с какого-то крутого контента. Им это понравилось. Они начали это рекламировать. Может, даже сами купили шлем. А вот если после первого опыта с VR у человека заболела голова, заболели глаза, у него стошнило на пол, то, скорее всего, ну, скорее всего, на пользу VR это не пойдет. Да, он всем будет говорить, что VR это какая-то шляпа. Не пользуйтесь этим никогда. И, в общем, это на пользу рынку не пойдет совершенно. И я к чему все это веду? Что мы, как производители контента, должны считать, что именно с нашего контента может начаться знакомство человека с VR. И, соответственно, мы должны об этом помнить и производить его с мыслью об этом человеке. Потому что первый раз, первый опыт, он всегда должен быть понежнее. И, собственно говоря, мы к этому еще вернемся. Коротко вы все это знаете. Есть какие виды контента. Есть приложения, в которые в реальном времени в шлем передают картинку. Игры, например. Либо заранее сделаны видеоролики. Это может быть съемочный, либо пререндер. Мы как бы делаем и то, и другое. Поговорим про второе. Более конкретно про Full CG. И почему не про съемку? Дело в том, что у меня мой опыт работы, знакомства с съемочным видео 360. Может, вы со мной не согласитесь. Но у меня он примерно вот такой. Это очень плохое качество картинки. Практически всегда. Я не видел суперкрутого VR-видео, которое бы мне понравилось с точки зрения картинки. Потому, что я занимаюсь видео, и вот это смотреть совершенно невозможно. Соответственно, главные проблемы. Низкое разрешение, артефакты. Это как бы то, от чего не застрахованы, естественно, и Full CG-видео. Проблема со стичингом. Ну, это понятно, что если у вас есть какой-то риг, то если объект приближается к камере, начинаются артефакты на склейке разных частей панорамы. И самое главное – это бытовая картинка. Что здесь я под этим подразумеваю? Что в кинематографе очень большую роль в красоте картинки играет освещение. То есть, на один шот может ставиться 20, 30, 40 светильников с разными фильтрами. Это очень долгий процесс. При съемке 360-видео вы, естественно, свет его оставить не сможете. Потому, что он будет в кадре просто. То есть, зритель его увидит. И здесь как бы есть разные варианты. Можно, например, закомпозить свет, как-то замаскировать его. Например, в одном проекте для Google, по-моему. Они снимали помещение, у них были фермы под потолком со светильниками. И они потом закомпозили CG-шный потолок. Второй вариант, например, можно включить свет в сценарий. То есть, как будто у вас действие происходит на съемочной площадке. Чтобы зритель не очень странно воспринимал это. Или можно, например, сделать дорогую декорацию, где свет замаскировать. Да, это возможно. Но так или иначе, в большинстве случаев картинка очень бытовая. Как будто снята на бытовую камеру. И, соответственно, мое мнение такое, что это очень круто для документалистики. Потому, что я сам вышел из документалистики. И, правда, там очень много новых возможностей открывается. Но вау-эффект совершенно никакой. И мне кажется, что это плохо для первого знакомства с VR. Поэтому мы выбрались в full CG, где мы можем полностью контролировать картинку, свет и так далее. Нам как бы нет никаких проблем со стичингом. И есть возможность как-то художественно подходить к вопросу. Но перед тем, как про это рассказать, я бы поговорил про другое. Дело в том, что почему-то про это мало говорят. Кстати, что странно. VR, он меняет не только технологическую сторону. То есть не только то, какие кнопки нажимать в пакете. Как подготавливать сцены, как композить их. Он гораздо сильнее меняет более фундаментальные вещи. То, что называется режиссурой. Собственно говоря, режиссурой драматургии. То, с чего начиналось кино. VR выглядит совершенно иначе. Больше ста лет прошло с момента появления кинематографа. И в начале там было время таких экспериментов, когда очень много разного пытались сделать. И не понимали, как работать с камерой. Как там, что вообще можно, что нельзя. Потом появились теоретики. Из Эйнштейна, Кулешов. Ну, вы, наверное, знаете. И сейчас огромная библиотека книг по теории кино. То есть просто огромнейшая. И вокруг этого строится весь современный кинематограф. Так вот, приходит VR. И как бы все эти книги, они уходят в корзину. То, что я называю новой режиссурой. Давайте сначала поговорим про старую режиссуру. То есть как все это было раньше. Я просто накидал разных моментов из своей режиссерской практики. Там они, в общем, в разнобой идут. Но, тем не менее. Первое, что... Ну, во-первых, у нас есть монтаж в кино. У нас есть последовательность кадров, которые мы собираем весь фильм. И у нас снимаются так называемые монтажные фразы. То есть, например, идет человек по улице. Мы снимаем общий план. Чтобы показать место действия, мы показываем средний план человека, чтобы зритель его узнал. Допустим, он подносит часы к глазам посмотреть на время. Мы показываем деталь часов крупно. Вот время там 12 часов. Показываем его крупный план. Ой, я опаздываю. То есть мы направляем взгляд зрителя туда, куда нам нужно, как режиссеру. И вот эти самые монтажные фразы... Второй простой пример – это съемка диалогов восьмеркой. Да, вы знаете, когда два человека сидят друг напротив друга, и за спиной каждого стоит камера. И как бы снимает последовательно то одного, то второго. Второй момент. Монтаж задает темпо-ритм сцены. То есть мы можем нарезать кадры очень мелко. Мы можем нарезать их длинно. И от этого очень сильно зависит восприятие зрителям сцены. Всякие экшн-сцены там по секунде. Бум-бум-бум-бум. Долгие эпичные сцены долгими кадрами снимаются. То есть это тоже влияет на восприятие. Мы используем разные крупности. У нас есть крупный, средний, общий план. Там сверхдальний, сверхкрупный. Они используются для разного. Соответственно, общий план мы показываем место действия, либо масштаб. Крупные планы используются для того, чтобы показать эмоции. Для того, чтобы зрителя и персонажа как-то соединить друг с другом. У нас применяются незаметные склейки, так называемые. Целая школа монтажа. 10 правил монтажа погуглите. Монтаж по цвету, свету, крупности, линии взаимодействия на правильном движении и так далее. То есть технология для создания незаметных склеек. Чтобы зритель смотрит кино, и он не замечает, что идут склейки. Чтобы они проходили максимально гладко для него. Либо, наоборот, мы нарушаем правила, склейки замечаются, получается клиповый монтаж. Но так или иначе, вокруг этого все вертится. И движение камеры как инструмент режиссуры. Сейчас практически нигде камера не стоит на штативе. Везде есть слайдеры, доли, краны, стадикамы, что угодно. То есть камера всегда движется. Ну и в хорошем кино она движется в соответствии с некой драматургией сцены. Так вот, вопрос в зал. Как все это работает в VR? Никак плохо по-другому. Ну смотрите, монтажа у нас нет в VR. По-честному. Потому что зритель сам монтирует ваш фильм. Он может посмотреть на любой объект. В кадре. И вы не можете его заставить посмотреть на что-то конкретное. Он свободен. У нас, опять же, мы не знаем, в каком ритме он смотрит на эти... В какой последовательности он смотрит на эти объекты. У нас нет крупностей. Потому что если нам нужно... То есть если нам нужно обратить внимание зрителя на какой-то объект, мы должны поставить его рядом. Других вариантов нет. У нас не бывает незаметных склеек, потому что мы не знаем, куда смотрит зритель в момент склейки. И мы не можем сделать ее гладко. И движение камер – это вообще отдельный разговор. Соответственно, новая школа. Это нигде не написано. Это я сам придумал. Кто-нибудь из вас, напишите, пожалуйста, книгу. Про новую режиссуру. Я вас удовольствием почитаю. Итак, первое. Длинные кадры. Минимум 20 секунд, но это мало. 40 минута. Почему? Потому что, на самом деле, когда мы включаем новый кадр, мы помещаем зрителя в новое пространство. То есть это не смена кадра, как в привычном кино. Мы помещаем его в новое пространство. Зритель должен осмотреться. Минимум 10 секунд ему нужно на то, чтобы понять, куда он попал, рассмотреть детали и так далее. Потом начинается действие. Действие не должно быть коротким. Потому что большой шанс, что зритель смотрит в другую сторону просто. И он его пропустит. Действие должно быть долгим, чтобы зритель зацепил его. И опять же, нам нужно на какие-то последствия этого действия. То есть нельзя делать короткие кадры в VR просто физически. Отсутствие прямых склеек. Смотрите, я уже сказал, что новый кадр – это перенос в новое пространство. Поэтому, по большому счету, склейка – это телепортация. Прикольно, да? Это телепортация без ведома зрителя. То есть мы его насильно куда-то переносим. И это очень некомфортно, если это сделано прямой склейкой. Просто безумно. Я недавно поставил мод на третий дум в VR. Просто посмотреть, как это выглядит. И там как раз кат-сцены выполнены на движке. И в такой ужасной манере монтажа старых игр. И там каждые 5 секунд тебя перебрасывало в новое место. Это ужасно. Совершенно голова болит через 10 секунд, наверное. Невозможно. Отсутствие немотивированного движения камеры. Это отдельная большая тема. Потому что есть такая проблема, как укачивание. То, что называется motion sickness, или по науке кинетоз. В чем штука? Самый простой пример – это морская болезнь. Вы, в общем, все это знаете, но я быстро пробегусь. У нас есть вестибулярный аппарат, который чувствует качку на корабле. А глаза эту качку не видят. Потому что перед нами статичный корабль. И у нас две разные сигнальные системы подают разные сигналы. Организм думает, что его пытаются отравить. И начинает вывод токсинов через тошноту, соответственно. И слабость. То есть, у нас две сигнальные системы друг с другом спорят. Зрение и вестибулярный аппарат, который находится в внутреннем ухе. В VR то же самое. Только наоборот. У нас глаза видят движение, вестибулярный аппарат его не чувствует. Соответственно, начинается тот самый кинетоз. Motion sickness. И в чем штука? После какого-то времени пребывания в VR, вы, естественно, к этому привыкаете. И потом можно там уже и перемещаться, и депортаться, и так далее. Но мы же помним, что зритель, может быть, в первый раз смотрит наш фильм в VR. И это вообще первый опыт для него VR. И мне кажется, будет плохо, если он заблевет весь пол в процессе просмотра. Поэтому есть определенный набор правил, как этого избежать. Например, стандартные правила Oculus для разработчиков. Как сделать комфортное восприятие вашего продукта. Я немножко их перелопатил именно для видео. И первое, самое главное, если можно, камеру вообще не двигаем. То есть, камера статична, стоит на штативе, и зритель сам смотрит по сторонам. Это очень здорово. Как бы минимальный вообще ущерб здоровью. Если все-таки нужно, то на переднем плане мы помещаем некие неподвижные объекты. Точки привязки. Например, приборная панель автомобиля. Когда мы едем в автомобиле, мир вокруг движется, но мы видим статичную привязку. Или в тех же американских горках популярных мы видим эту тележку. То есть, это все-таки некая референсная точка, на которую мы смотрим. И движение с постоянной реалистичной скоростью. Очень плохо воспринимается ускорение в VR. Вообще, если такой рейтинг тошнотности заводить, то, наверное, на первом месте самое плохое – это вращение мира вокруг человека. Или вращение камеры внутри этого мира. На втором месте – это ускорение. На третьем месте – это движение вбок. То есть, когда зритель смотрит не туда, куда он едет, а немножко вбок. А поскольку мы с вами не знаем, куда зритель смотрит, соответственно, лучше вообще с движениями поосторожнее быть. И короткие сессии. То есть, первый опыт зрителя должен быть достаточно короткий. Меньше 10 минут, а лучше и то меньше. 4-5 минут, условно говоря. Это был достаточно долгий такой пролог к показу нашего фильма, который называется «Помпей. Голоса из прошлого». Наша команда сделала его за месяц. Это, на самом деле, трейлер к фильму, который мы планировали сделать более широко. Но мы немножко разошлись и сделали 5 минут. Понятно, что это VR-фильм. Его сложно смотреть на экране. Но мы сделали такую демку. Может быть, можно получить какое-то представление. Если интересно, у нас есть шлем. Мы еще покажем. Поговорим теперь о технологии создания и о нашем пайплайне. В частности, как мы все это сделали за месяц с достаточно небольшой командой. В первую очередь, наша главная программа – это Гудини, естественно. Здесь есть люди, которые не работают в Гудини. Поднимите руки, пожалуйста. Ну, ладно. Вы займитесь этим вопросом. Жизнь круто изменится. Значит, в чем штука Гудини? Это программа процедурная. То есть, вы не создаете какой-то один эффект, не создаете какую-то одну модель и одну анимацию. Вы делаете сразу некую систему, в которой вы уже можете менять разные параметры. Ну, например, условно говоря, вы не моделируете один столик. Вы моделируете процедуру создания столика. Вы можете менять количество ножек, количество... Все, что в столике может быть и так далее. Ну, вот простой пример. Наш элита Дима Крепаков. Он написал вот такой генератор древнеримского города процедурный. На входе у нас сплайны с улицами, которым просто с карты перенесли. И дальше все делается автоматически. Ну, пока вы смотрите, расскажу, почему это важно. Ну, помимо того, что мы работаем в мошен-дизайне, и это вообще круто. Когда у вас есть возможность очень быстро что-то менять. А здесь, в VR, это становится особенно важным, потому что VR – это такой процесс опыта и ошибок. Потому что нельзя сразу все сделать идеально. В VR у вас может быть крутая идея, и круто сцена смотрится в скетче. А потом вы смотрите в очках, и это какая-то шляпа. Поэтому приходится очень часто итеративно работать. То есть, вы сделали вариант, отрендерили, посмотрели. Сделали вариант, отрендерили, посмотрели. То есть, необходима скорость работы. Если бы, например, вот эта вот штука была замоделена где-нибудь в Максе, ну, вы понимаете, любые изменения там подобны смерти. А здесь мы просто меняем какие-то параметры, мы твикаем ползунки, либо меняем сплайны, и, в общем, все автоматически само подставляется. И вот такой итеративный процесс, он, собственно говоря, дальше пойдет по всем нашим этапам производства. То есть, если вы сейчас присмотрите, сейчас будет интересно, нет, не сейчас, чуть попозже. То есть, вы видите, да, у нас отдельно улицы создаются с разными крышами. Мы там изучали разные материалы. Отдельно стена. Стену мы можем двигать как угодно. Отдельно всякие там в домах окна, двери и так далее. И вот сейчас вот будет такой наезд эпичный. Там, видите, такие даже посуды стоят на улицах. Она размером где-то с пиксель получается в фильме. Но вот она есть. Вот. И вторая программа, которой мы пользуемся активно, это Redshift Render. Redshift – это GPU-рендер, то есть, он рендерит на картах NVIDIA, если вы не знали. Главная штука в том, что он быстрый. И это, опять-таки, к итеративности процесса. Если у нас, мы, типа, сделали сцену, поставили на рендер, и через 40 минут мы сможем ее посмотреть в очках, это как-то не очень. Нам важна быстрота, скорость. То есть, мы ставим сцену на рендер, через минуту мы смотрим ее в шлеме. У нас написан скриптик в Houdini, который автоматически картинку, которую вы отрендерили, посылает в плеер в очках. То есть, вы нажимаете кнопку, через минуту смотрите в очках. Результат переделываете, нажимаете кнопку еще через минуту. Очень сильное ускорение процесса. Вот. И, в принципе, здесь есть еще такой нюанс, с которым мы столкнулись, потому что мы пришли из Motion Design. И мы как-то привыкли, что шум рендера, зерно рендера. В Motion Design не сильно страшно. То есть, его можно замаскировать, его можно шумодалом задавить, еще что-то с ним сделать. Ну, можно сверху даже положить какой-то грейн, и, в принципе, ничего страшного с этим не будет. А в VR и в стереоскопии шум вообще недопустим. Потому что в разных глазах у вас паттерн шума будет разный. И вот какое-то темное место, темный угол один, где этот шум проявляется, он будет прямо выделяться из всей картинки. Потому что он будет такой шершавый, прямо мерцать будет. Потому что в разных глазах разная картинка в этом месте будет. Поэтому приходится все равно задирать сэмплы. Но Redshift, в принципе, позволяет достаточно быстро все считать. И, как видите, мы считали даже волюмы. Мы очень боялись перед проектом. Потому что у нас много дыма нужно было просчитывать. И думали, может быть, использовать мантру привычный гудиневский рендер. Но вот в результате Redshift себя показал хорошо и с этой стороны. И следующая программа, в которой все собирается, это Fusion 9. Это композинг-пакет. Девятая версия позволяет работать с VR-ом. Там напрямую вы втыкаете очки, Rift, Vive, что угодно. И у вас в реальном времени все в очках видно. То есть, это очень круто, очень здорово. Там есть свои глюки. Он вышел буквально вот этим летом. И там есть свои глюки. Но, в принципе, достаточно удобно работать. И нам его хватает. Ну, конечно, это не все программы. Но такие основные, в которых мы работаем. И давайте поговорим, как все это изнутри устроено. Когда мы делаем VR-видео, мы, по сути, делаем историческую проекцию. То есть, вы, наверное, знаете. Да, вот эта картинка – это изнутри кубика. Каждый цвет обозначает свою грань. И здесь получается полная сфера. И такая картинка, разрешение, соотношение сторон 2 к 1, она идеально натягивается на сферу, как текстура. И без всяких швов там. И, соответственно, можно вертеть головой. Если нам нужно стерео, мы делаем две такие картинки. Ставим их одну под другой. Это то, что называется TV, top bottom. То есть, слева – это левый глаз сверху, правый глаз снизу. Обычно. Вот. То есть, каких-то проблем со стичингом или чем-то таким вообще нет. То есть, в любом 3D-пакете, насколько я знаю, есть сферическая камера. Вы просто ее ставите, нажимаете кнопку рендера, вы получаете эту панораму. Насколько это круче по сравнению со съемочным VR-видео. И понятно, что в разных пакетах там по-разному. Где-то больше настроек, где-то меньше настроек. Но, в принципе, проблем никаких нет вообще. Вы просто создаете красивую сцену, вы ставите камеру, и все. Вот, как бы, с технической точки зрения все безумно просто. Теперь про разрешение. Поговорим. Это больная тема. Мы работаем с картинкой 4,96 на 4,96. То есть, квадрат. Если у нас стерео – это левый глаз, плавый глаз. Получается квадрат. В принципе, на мой взгляд, этого разрешения хватает для большинства шлемов современных. Для того, чтобы показать адекватную картинку. Конечно, хочется больше. Я думаю, к этому придем. Есть популярный кодик, который называется H.264, которым пользуются все. И он максимальное разрешение поддерживает вот такое. 3,840 на 2,160. Самая большая проблема, что если смотреть в телефоне, например, то многие телефоны просто тупо не будут читать другой кодик, только H.264. Поэтому для слабых устройств приходится делать такую версию. Кто скажет, в чем проблема такого разрешения? Оно не квадратное. Логично. То есть, мы по вертикали картинку почти в два раза суживаем перед рендером финального ролика. А потом при проигрывании мы ее растягиваем обратно. У нас появляются артефакты, у нас появляется лесенка, у нас появляются видные пиксели. Это все выглядит ужасно. Более того, некоторые телефоны даже 3,840 или 160 не могут вообще проигрывать, не тянут. Но мы с такими не работаем. То есть, я против того, чтобы видео уменьшать до еще меньших размеров. Потому что это будет шляпа совершенная. Я не знаю, зачем тогда вообще работать. К счастью, Gear VR с нормальными Самсунгами современными тянет H.265, 4.96 на 4.96 в битрейте 60. Я немножко офигел, когда узнал об этом. Но это было очень круто. То есть, наш фильм в реальном разрешении, практически без артефактов, идет на Gear VR. Это круто, и мы этим пользуемся. Так, смотрите, как бы редшифт редшифтом. Если посмотреть на эту картинку, вот у нас есть прямоугольничек, классическое Full HD разрешение. А есть квадратик, который мы делаем. Наш квадратик, который мы делаем, 8 раз больше, чем Full HD. Естественно, это влияет на время рендера. 8 раз, как минимум. И хотя мы пользуемся редшифтом, и это достаточно быстро, он позволяет достаточно быстро считать превьюшки. Но все равно, во-первых, от фермы не отказаться, потому что там есть свои нюансы. Но и все равно лучше все это дело оптимизировать. И поэтому мы применяем такую штуку, как... Короче, мы пользуемся ограничением, мы его переворачиваем на нашу сторону. То есть, если ограничение, мы не двигаем камеру. И благодаря этому мы можем пользоваться таким, так называемым, рендером по слоям. Когда у нас... Мы сначала рендерим статичную картинку в полном разрешении, со всеми пирогами, с глобальным освещением, с тенями. Все красиво. И после этого сверху на эту картинку мы нарендерим отдельные детали, отдельные анимации. Там море, птичек, дым из вулкана. И все это композится вместе. И помимо ускорения процесса... Ну, то есть, может быть, в принципе, для первого раза это не ускоряет процесс. Потому, что мы все равно просчитываем все. Но потом это нам дает гибкость на композе. Во-первых, мы можем сдвигать во времени какие-то анимации. То есть, мы можем начать извержение позже. Мы можем дорендеривать отдельные участки, которые нам не понравились. Например, птичке не понравились, мы их быстро перерендерили. Это быстро. И еще такой момент немаловажный. Это то, что это нам дает гибкость во времени. То есть, у нас был достаточно сжатый дедлайн. Мы еще раз за месяц это сделали. Сложно. Сложно. Много шотов в Full CG. Но интересный факт. Если вы покажете зрителю статичную картинку 360 в стерео, он с удовольствием будет ее рассматривать без всякой анимации. Это не будет ощущение слайд-шоу. Он будет рассматривать детальки, еще чего-то. Если вы сверху на такую обычную статичную картинку положите простую анимацию частичек, это уже будет считаться крутой анимацией. И в этом смысле мы идем методом прогрессивного JPEG. Когда мы сначала делаем продукт, который можно показать уже, а потом его улучшаем. То есть, мы начинаем с такого фотоматика, где у нас статичные кадры для каждой сцены прописаны. Его уже можно, в принципе, показывать, и уже все будет понятно. И дальше мы сверху на него нарендерим разные анимации, разные слои и так далее. И получается достаточно симпатично. И вот в этом фильме есть сцены, которые не закончены. Просто мы не успели сделать все, что хотели. Он как бы еще в работе, на самом деле, это была эксклюзивная премьера для вас. Но все равно его можно смотреть уже. Это большой плюс именно такого подхода, и он нас сильно спас. Следующая тема – это реалистичность сцены, к которой мы стремимся. И реалистичность не с точки зрения того, что фото-рил должен быть, а с точки зрения того, как это воспринимается в VR. Дело в том, что в VR, с этим все сталкиваются, наверное, когда вы делаете какую-то превьюшку, рендер обычной камеры, общий план, все выглядит вроде круто. Когда вы все смотрите в очках, все выглядит не круто. И самое главное, что воспринимается по-другому в очках – это масштаб. То есть, мы в первую очередь говорим про реальный масштаб объектов. То есть, человек должен быть ростом таким-то, между глаз у него должно быть расстояние 0,64, здание высотой такой-то и так далее. И, в принципе, здесь нет ничего сложного, но я как раз говорю про итеративность процесса. Потому что если у вас объект почти-почти попадает в масштаб, ну, вот это почти оно убивает совершенно. То есть, когда ты смотришь, ты не понимаешь, что-то не так. А вот он чуть-чуть меньше, чем должен быть. И поэтому каждый человек, который занимается вот этим, должен иметь свой шлем, чтобы иметь возможность итеративно отрендерить, посмотреть в шлеме. У нас некоторые наши ребята, они были без шлема, соответственно, они присылали мне картинки на проверку, я им отсылал обратно справками. Ну, то есть, это было не очень удобно. Здесь ничего сложного. Реальный масштаб объектов. Но про следующий момент почему-то мало кто задумывается. У текстур тоже есть масштаб. И с этим мы столкнулись и их хлебнули горе по полной. Дело в том, что вот моделлер присылает модель затекстуренную. У него там, допустим, домик с кирпичами. Вы смотрите в очках. Ну, как бы на превьюшке все круто. Смотрите в очках кирпичи метр где-то размером. Не потому, что там глазомер у моделлера плохой, а потому, что он просто реально по-другому воспринимается. То есть, мы всегда, практически все текстуры, мы крутили масштаб уже в процессе рендера. То есть, мы меняли скейл и координаты. И здесь мы столкнулись с той проблемой, что люди, которые по пайплане раньше находятся у нас, моделлеры в частности, они этого не понимают совершенно. И мы в результате расписали целый список правил для моделлеров, как подготавливать модели, как подготовить текстуры. И в первую очередь текстуры должны быть хайрезными, потому что мы работаем в VR в высоком разрешении. Если на переднем плане размытая текстура, это плохо. Они должны быть квадратные, и они должны таяться хорошо. И третье, они должны полностью закрывать всю область UV-координат. То есть, это не должна быть текстура из Substance Painter. Если вы знаете такую программу, она рисует только в тех областях, для которых есть UV. И там появляются пустоты в картинке. Естественно, если мы начинаем скейлить ее, то возникает артефакт, и это некрасиво, ужасно. То есть, мы написали целый... По результатам работы мы написали целый список как-то правил для моделлеров на будущую работу. И еще один технический момент, технический деталь. Это наша любимая на посте поправим. Дело в том, что мы вышли из моушн-дизайна. Я не знаю, насколько вы с моушн-дизайном знакомы, но, в принципе, мы привыкли к тому, что из рендера выходит очень блеклая картинка. То есть, в основном это какие-то основные объемы, основные формы, движения камеры. А потом мы сверху уже накладываем вот всякие вот такие штуки. То есть, глубину резкости, хроматические аберрации. То есть, как бы по краям кадра у нас расщепляются три канала цветовых. Виньетки, флары, лендсфлеер, которые самые популярные, наверное, из таких добавок, которые засвечивают картинку в зависимости от источников света. Ну, и всякие там локальные размыливания, но из грязи и так далее. И вопрос снова в зал. Как это работает в VR? Никак. Никто не мешает сделать глубину резкости в VR. Мы пробовали для эксперимента. То есть, мы просчитали Z-канал, положили фрешлюфт, дефокус. И, в общем, ну, как бы это не криминально. Но это выглядит очень странно. Когда в VR у тебя задний план немного размыт. То есть, ты как бы пытаешься, наверное, сфокусироваться, а не можешь. Очень странно выглядит. Я бы не сказал, что это дискомфорт, но это не сильно улучшает картинку. Но в результате как бы попробовали и отказались. Хроматические аберрации не имеют смысла, как и виньетки, потому что у нас нет краев кадра, как таковых. Флары, естественно, не имеют никакого смысла, потому что они зависят от положения светильника относительно камеры. Если у вас свет здесь, то от него луч должен идти вот так. Если свет здесь вот так, а у нас мы не знаем, какое положение камеры. Если мы пререндер такой сделаем, у нас будет как бы наложенная картинка засветки. Это очень странно выглядит. Можно сделать в Unity кастомный плеер. И в реальном времени на камеру наложить какие-то эффектики. Но это как бы отдельная история. И далеко не везде это пойдет нормально. Поэтому неожиданный вывод, с которым мы столкнулись, и с которым нам пришлось вообще привыкать и жить с этой парадигмой. Надо делать картинку красивой уже в рендере, представляете? Это прям очень сложно. И мы в процессе как бы столкнулись с этим. Что люди, которые привыкли работать с камерой, они не понимают, как сделать красивую VR-картинку. Потому что в камере у вас есть края кадра. Вы можете построить композицию. Вы можете отсюда посмотреть, отсюда посмотреть. Когда у вас круговая панорама, ничего этого нет. И очень сложно. По сути, нет никакой операторской работы. То есть, у вас нет кадра как такового. То есть, вы не можете сделать вот так вот. Вот это красиво. Вы, по сути, задача сделать красивую сцену, подобрать в ней красивую точку обзора. И потом, может быть, сцену под эту точку еще как-то подредактировать. Чтобы она выглядела еще круче. Это сложно. И мы к этому тоже привыкали нашей командой. Это основные моменты, о которых я хотел рассказать. И главное, вернуться к тому, что первый опыт работы с VR, он должен быть прикольным. Я понимаю, что хочется сделать какую-то сложную анимацию камеры, допустим. И мы тоже с этим сталкивались. Мы хотели там как-то красиво пролететь во что-нибудь. Но потом подумали, как это будет воспринимать человек, который в первый раз смотрит. Особенно, допустим, старшего поколения. И от этого из всего отказались. И мне кажется, что это важно именно для развития сферы VR. Либо, если вы делаете VR для опытных людей, нужно про это сразу сказать. Не смотрите, если вы еще не пробовали. Вот все. Наши контакты. Пишите. Мы всегда рады общению. И если есть какие-то вопросы, у нас как раз есть время на них ответить. Это проблема съемочного VR-видео. В CG такого нет. Вы просто ставите сверическую камеру. В ней ставите галочку стереоскопия. И задаете размер между глазами. Все это автоматически склеивается. То есть, как я сказал, технически сделать панораму сложности вообще никаких нет. И она делается автоматом сразу в стерео, считается. То есть, я знаком с Goudini. В Goudini и с двумя рендер-движками Mantra и Redshift. В Mantra, в Goudini есть прямо так называется VR-камера. В Redshift вы ставите параметры камеры. В ней там ставите проекция сферической стереоскопии. И все. И дальше все автоматом считается правильно. Я думаю, что в других пакетах то же самое. H265. Да. То есть, мы, когда узнали, что Gear VR играет H265 в хорошем битрейте, мы вообще порадовались и решили, что больше не будем ориентироваться на слабое устройство. Ну, потому что смысла в работе в нашей тогда нету. Если мы показываем вот такую картинку, всю ужатую, с пикселями и не видно деталей. Зачем вообще трудиться? По-моему, 7-ка тоже. В режиме Gear VR только. В картборде он не работает. Ну, можно, конечно, проверить. Может, у вас какие-то есть еще. Да. Но проблема в том, что в режиме картборда это не поддерживает. К сожалению. То есть, только Gear VR. Он просто тормозит. Я не знаю почему. Честно. Вот в Gear VR он идет гладко. Ну, я имею в виду хороший битрейт 60. Он идет гладко вообще. Нормально. Без проблем. А когда я запускал то же самое видео в режиме картборда, он начинал подтормаживать. Может быть, сам плеер был какой-то кривой. Не знаю. Это вот вопрос такой. Можно экспериментировать, но мы как бы успокоились на Gear VR. С фермы отдельный вопрос. Больной. Мы студия маленький. У нас нет своей фермы. Тем более, мы рендерим на GPU. Но без фермы, естественно, не обошлось. Потому что у нас не везде можно делать слоеный рендер. Например, сцена в театре, где все вокруг рушится. Мы, естественно, не можем сделать статичную картинку и на нее что-то дорендеривать. Естественно, мы отправляем на ферму. Здесь есть огромнейшая проблема с тем, что Houdini плюс Redshift равно... Практически нет таких ферм. Есть только одна на сегодняшний день большая. Это Fox Render Farm, китайская. И я вам могу сказать, что это самая плохая ферма, самая плохая техподдержка, которую я в жизни видел. Когда процесс загрузки сцены, просто чтобы начать рендерить, проходит 8 часов. Потому что их инженер не может починить какую-то штуку, которая вот ставит галочку. Потом столько же мы ждем, чтобы скачать результат. Потому что у них сломался аккаунт на скачивание. Ну, в общем, там все ужасно. И плюс они любят звонить по ночам. У нас часть... Нет, нет. Основные моменты для того, чтобы, естественно, быстро проскочить этот момент, мы рендерим сами. То есть, у ключевых наших дженералистов у них все хорошие карты. У нас у всех лицензионный Redshift. И мы как бы с этим пользуемся. Там, где невозможно физически было бы просчитать полностью картинку седжишную, мы отправляем на ферму. То есть, часть сцен мы просчитали своими силами. Ну, просто если можно на ночь поставить и прочитаться, то ну, как бы, нафига ферму. А часть сцен пришлось на ферму, естественно, отправлять. Ну, вот у Димы, насколько я знаю, у него 2 1080 Ti. Это наш лид. У нас все удаленщики. То есть, мы не сидим в одном помещении. У нас все удаленщики, у нас налажены работы через Церебро. То есть, у нас, как бы, на мой взгляд, это очень эффективно получается. У Антона вроде бы 1080, у меня 1080 и 970. Ну, более-менее адекватные карты, которые позволяют нам за вменяемое время просчитывать. На посте. Это Z-канал просчитанный просто. И во Fusion делаем фок черный и просто твиками его параметры. То есть, он как бы на нас накатывается и откатывается. На самом деле, вот эти сцены как раз, они выполнены в режиме статичная картинка. Я думаю, вы заметили, да? Это статичная картинка, сцены со статуями, на которой просто сверху мы дорендерили падающий пепел. Мы там хотели сделать еще больше анимаций. То есть, они еще не закончены, по сути. Но они уже смотрятся вполне адекватно и интересно. Попробуйте. Fusion бесплатный. То есть, он как бы для простых задач бесплатный. Для стереоскопии придется заплатить 300 баксов. Или найти в других местах. Нет, тема хорошая, но на самом деле, вот Fusion, раз уж мы заговорили, меня он немножко раздражает после Гудини. Потому что в Гудини можно сделать вообще все. То есть, можно поставить экспрессионы куда угодно. Во Fusion очень раздражает то, что нельзя поставить экспрессион, например, в ноде сейвера. То есть, мы не можем процедурно менять имя выходного файла. И у нас, например, для другого проекта мы делали 30 панорам Москвы со встроенными зданиями. Это вот рассказывали, да, про то, что, ну, для экскурсий. И нам нужно было эти 30 панорам как бы сохранить. И в каждый раз нам приходилось вручную набирать это имя. Это было совершенно ужасно. То есть, нам в конечном итоге все свелось к тому, что я в композере Гудини сделал скрипт, который позволял это все делать. Потому что вручную это невозможно. То есть, вообще, мы за то, чтобы ручной работы было меньше. Ну, все, тогда спасибо. Пишите письма, если кому-то интересно сотрудничать. Мы, в принципе, открыты к диалогу или просто поговорить про VR. Всегда, пожалуйста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ